Сигналы из глубин космоса всегда манили человечество своей загадочностью и тайной. Научные исследования выявляют, что космос полон неразгаданных явлений, и каждый новый сигнал добавляет каплю в океан нашего понимания. В последние годы астрономы стали получать необычные радиосигналы, исходящие из глубин Вселенной. Их источники остаются неизвестными, но некоторые из них вызывают особенно сильный интерес. Сигналы, которые приходят с огромными расстояниями, могут содержать информацию о событиях, произошедших миллиарды лет назад. В некоторых случаях они могут быть связаны с черными дырами, одними из самых загадочных объектов во Вселенной. В 2016 году ученые впервые зафиксировали сигнал, который получил название FRB — быстрые радиосплески. Эти короткие, но мощные импульсы излучаются в космосе, и их происхождение остается предметом активных исследований. Сигнал, о котором пойдет речь, отличается тем, что он был обнаружен вблизи черной дыры, что добавляет дополнительный уровень интриги. Восемь сигналов, поступивших от одной и той же области, привели к предположению, что они могут быть связаны с активной черной дырой, что ставит ученых на путь новых открытий. Ученые использовали различные инструменты и методы для анализа этих сигналов. Они применяли радиотелескопы, чтобы зафиксировать и расшифровать данные, поступающие из космоса. Благодаря современным технологиям можно преобразовать радиосигналы в слышимые звуковые волны. Это позволяет любому желающему услышать звуки, которые могли путешествовать миллиарды лет, прежде чем достигнуть Земли. Астрономы во всем мире стремятся понять природу этих сигналов и их значения. Сигналы, исходящие из черных дыр, могут иметь различные источники. Некоторые ученые высказывают предположение, что это могут быть последствия аккреционных процессов, когда материя падает в черную дыру, излучая мощные радиоволны. Другие предполагают, что это может быть следствием взаимодействия черной дыры с нейтронной звездой или даже загадочными формами материи, о которых мы еще не знаем. Непонимание этих сигналов порождает множество вопросов. Например, могут ли они быть сообщениями от внеземных цивилизаций или результатом каких-то искусственных процессов. Никакой другой объект во Вселенной не вызывает столько споров и теорий, как черные дыры, и каждый новый сигнал лишь усиливает этот интерес. С каждым новым открытием ученые стараются разгадать эту детективную историю. Эти загадочные сигналы из глубин космоса открывают двери в ранее неизведанные области астрофизики и могут привести к новым невообразимым открытиям. Что именно скрывается за этим сигналами? Каковы их тайны и что они могут рассказать о нашем месте во Вселенной? Каждый новый шаг в этом исследовании становится все более захватывающим. В следующей части мы погрузимся в историю черных дыр и их роль в космосе, чтобы лучше понять, откуда могут исходить эти загадочные сигналы. Черные дыры — это одни из самых таинственных и загадочных объектов во Вселенной. Их существование было предсказано в результате работы таких великих умов, как Альберт Эйнштейн, который в начале 20 века предложил свою теорию относительности. Эта теория открыла новые горизонты в понимании гравитации и позволила предположить, что при определенных условиях звезда может коллапсировать под собственным весом, создавая область с такой сильной гравитацией, что ничто, даже свет, не может покинуть ее границы. Таким образом, черные дыры стали не просто абстрактными структурами в математических уравнениях, а реальными объектами, изучение которых стало возможным с развитием технологий. С тех пор ученые сделали множество открытий, связанные с черными дырами. В 1959 году была обнаружена первая черная дыра, названная циклом с черной дырой, которая находилась в системе Вега. Однако лишь в 1994 году астрономы получили первое прямое свидетельство о существовании черной дыры, находящейся в центре нашей галактики – Млечного Пути. Эта черная дыра, получившая название «Стрелец А», обладает массой в несколько миллионов раз превышающей массу нашего Солнца и оказалась ключом к пониманию динамики галактики. Черные дыры не только служат объектами для изучения, но и играют важную роль в эволюции галактик. Их гравитационные силы могут влиять на формирование и движение звезд, а также на распределение газа и пыли в космосе. Взаимодействия между черными дырами и окружающей материей вызывают множество интересных явлений, таких как аккреция, при которой материя, падая в черную дыру, испускает огромные объемы энергии. Это и объясняет, почему черные дыры могут быть одними из самых ярких источников радиации Вселенной. Научно-исследовательские программы и обсерватории по всему миру, такие как обсерватория Грега, активно ищут новые черные дыры и анализируют их влияние на окружающие объекты. Эти усилия становятся еще более важными, поскольку открытие новых черных дыр может привести к новым открытиям в области астрофизики. В последние десятилетия возникли теории о существовании черных дыр различного типа, от звездных до супермассовых, которые могут находиться в центрах галактик. Однако наиболее интригующими являются гипотезы о существовании черных дыр, обладающих необычными свойствами, такими как черные дыры с зарядом или вращающиеся черные дыры, которые могут создавать сложные гравитационные поля. Понимание черных дыр и их роли в космосе открывает новые горизонты для изучения многих других феноменов. Как же именно эти загадочные объекты связаны с сигналами, которые мы обсуждали ранее? Исследования продолжаются, и каждый новый шаг в изучении черных дыр может дать нам ключ к разгадке тайны сигналов, исходящих из неведомых глубин космоса. С каждым новым открытием черные дыры становятся все более понятными и в то же время все более загадочными. Какова же истинная природа этих сигналов, и что они могут рассказать о нашей Вселенной? Совсем недавно в рамках глобальных усилий астрономов по исследованию космоса был зафиксирован уникальный сигнал, исходящий изблизи черной дыры. Используя различные радиотелескопы и передовые технологии, ученые смогли преобразовать этот сигнал в слышимые звуковые волны. Восемь сигналов, поступивших из одной области, вызвали бурное обсуждение среди специалистов и привлекли внимание широкой общественности. Это открытие стало результатом многолетней работы, в ходе которой астрономы собирали и анализировали данные о радиоволнах, приходящих из глубин Вселенной. Для получения этого сигнала ученые использовали обширные сети радиотелескопов, которые способны фиксировать даже самые слабые электромагнитные волны. Эти радиотелескопы расположены по всему миру и работают в синхронизации, чтобы создать единое изображение небесного объекта. В данном случае астрономы сосредоточили свои усилия на области, в которой, согласно предыдущим исследованиям, находилась активная черная дыра. Использование радиотелескопов позволяет фиксировать сигналы даже с огромных расстояний – миллиарды световых лет. После того, как данные были собраны, ученые приступили к их обработке. Это сложный процесс, который включает в себя фильтрацию шумов и выделение нужных сигналов. Специалисты применяют алгоритмы машинного обучения, которые помогают анализировать большие объемы данных и находить закономерности. В результате получилась звуковая волна, которую можно прослушать. Это не просто набор шумов, это настоящая космическая мелодия, которая может рассказать о происходящих в черной дыре процессах. Исследования показали, что радиосигналы, исходящие из черных дыр, могут иметь разные источники. Например, при акреции – процессе, при котором материя падает в черную дыру. Она излучает мощные радиоволны. Это явление объясняет, почему черные дыры становятся одними из самых ярких источников радиации в космосе. Астрономы также рассматривают возможность, что источником сигнала могут быть кратковременные взаимодействия черной дыры с другими небесными телами, такими как нейтронные звезды. Сигналы из черных дыр также могут содержать информацию о физических процессах, происходящих в их окрестностях. Например, черные дыры могут создавать мощные гравитационные волны, которые могут быть зафиксированы специальными детекторами. Эти волны могут рассказать о столкновениях черных дыр и других экзотических явлениях, происходящих в их окружении. Это открывает новые горизонты для астрофизиков и предоставляет уникальные возможности для изучения законов физики в экстремальных условиях. Каждое новое открытие сигналов из черных дыр поднимает массу вопросов. Ученые неустанно ищут ответы на них, проводя эксперименты и анализируя данные. Важно отметить, что понимание этих сигналов может помочь не только в разгадке загадок, связанных с черными дырами, но и в расширении наших знаний о Вселенной в целом. С каждым шагом в этом направлении наука приближается к разгадке тайны, которую скрывают эти загадочные объекты. Как только данные были проанализированы и сигнал стал доступен для прослушивания, интерес к нему только возрастал. Открытие нового сигнала из черной дыры мощно повлияло на научные исследования и исследования в области астрофизики. Ученые уже рассматривают потенциальные направления для будущих исследований, исходя из того, что этот сигнал может рассказать о нашем понимании Вселенной. Вселенная продолжает удивлять, и каждый новый сигнал открывает двери в неизведанные области науки, погружая нас в захватывающие тайны космоса. Сигналы, излучаемые черными дырами, вызывают множество теорий, которые стремятся объяснить их загадочную природу. Первое предположение заключается в том, что эти сигналы могут быть результатом аккреционных процессов. Когда материя приближается к черной дыре, она начинает вращаться и нагреваться, выбрасывая огромное количество энергии в виде радиоволн. Этот процесс создает мощные радиосигналы, которые могут восприниматься как кратковременные всплески. Другие ученые выдвигают гипотезу о том, что сигналы могут быть связаны с взаимодействиями между черной дырой и нейтронной звездой. Когда эти два объекта сближаются, их гравитационные силы могут вызывать колоссальные изменения в окружающем пространстве, порождая высокочастотные радиоволны. Эти взаимодействия могут создавать уникальные сигналы, которые отражают процессы, происходящие на краю черной дыры, где гравитационные силы достигают своего максимума. Не менее интригующей является возможность, что эти сигналы могут быть попытками связи от неземных цивилизаций. Эту теорию выдвигают не только любители уфологии, но и некоторые астрономы, которые исследуют аномальные радиоволны. Однако, несмотря на захватывающие предположения, ученые подчеркивают, что в большинстве случаев такие сигналы имеют естественное происхождение и связаны с физическими процессами в космосе. Кроме того, существует теория о том, что сигналы могут быть следствием экзотических форм материи, таких как темная материя или темная энергия. Эти элементы, составляющие большую часть Вселенной, до сих пор остаются загадкой для науки. Исследования продолжаются, и такие сигналы могут дать подсказки о том, как взаимодействуют эти невидимые компоненты с черными дырами. Не стоит забывать и о возможных парадоксах, связанных с этими сигналами. Например, концепция информации, утраченная в черной дыре, ставит под сомнение традиционные представления о физике. Некоторые ученые утверждают, что сигналы могут содержать информацию о материи, которая была поглощена черной дырой, тем самым открывая двери для дальнейших исследований в области квантовой информации и гравитации. С каждым новым сигналом астрономы сталкиваются с новыми вопросами и концепциями, которые могут изменить наше понимание Вселенной. Эти загадочные радиосигналы побуждают ученых разрабатывать новые теории и проводить дополнительные эксперименты, направленные на изучение их источников. Каждое открытие создает новые возможности для исследования, открывая горизонты, которые ранее казались недостижимыми. Сигналы из черных дыр уже привели к многообещающим открытиям в области астрофизики, и эксперименты, основанные на их анализе, продолжают расширять наши горизонты. Астрономы уже ставят перед собой новые задачи, стремясь разгадать тайны, которые стоят за каждым из этих сигналов. Наблюдение за черными дырами и их взаимодействиями с окружающей материей становится все более актуальными, и, возможно, именно эти сигналы станут ключом к разгадке многих космических тайн. Научные исследования не останавливаются на достигнутом, и каждый день астрономы открывают новые горизонты для понимания природы сигналов. Это может привести к существенным изменениям в наших представлениях о Вселенной и ее устройстве. Интрига вокруг этих сигналов лишь растет, и каждый новый анализ данных таит в себе потенциал для открытия настоящих чудес космоса. Сигналы, которые мы наблюдаем из космоса, открывают перед научным сообществом множество новых возможностей. В последние годы наблюдения за черными дырами и их необычными радиосигналами стали одним из самых активных направлений в астрофизике. Ученые стремятся не только анализировать полученные данные, но и разрабатывать новые методы и технологии для их исследования. Научные исследования становятся все более сложными и многогранными, что позволяет создавать более точные модели и теории о природе Вселенной. С каждым новым сигналом, фиксируемым из глубокого космоса, возрастает интерес к черным дырам и их взаимодействиям с окружающей материей. Ученые акцентируют внимание на изучении аккреционных дисков — областей, где материя вращается вокруг черной дыры, прежде чем быть поглощенной ею. Эти диски, обладая высокими температурами, испускают огромные объемы энергии, которые могут быть зарегистрированы как радиосигналы. Исследования этих процессов позволяют понять, как черные дыры влияют на пространство вокруг них и как они взаимодействуют с другими астрономическими объектами. Кроме того, в научных кругах активно обсуждаются новые технологии, которые могут помочь в более детальном анализе полученных сигналов. Например, проектирование новых мощных радиотелескопов и улучшение существующих систем наблюдения могут открыть новые горизонты для понимания черных дыр. Системы, которые используют несколько радиотелескопов и сети, позволяют создавать синтетические изображения, что дает возможность детально изучать источники сигналов и их спектральные характеристики. Следующим важным шагом в исследованиях является интеграция данных о черных дырах с другими областями науки, такими как квантовая механика и теории относительности. Ученые работают над тем, чтобы установить связи между радиосигналами и экзотическими формами материи, такими как темная материя и темная энергия. Эти исследования имеют потенциал для создания новых теорий, которые могут объяснить, как черные дыры влияют на развитие Вселенной в целом. Не менее значимой задачей является продолжение изучения гравитационных волн, которые могут возникать в результате взаимодействий черных дыр. Эти волны открывают новые перспективы для астрономии, поскольку их анализ позволяет изучать события, произошедшие в космосе задолго до того, как сигнал достигнет Земли. Каждое новое открытие в этой области имеет значение и может привести к значительным изменениям в понимании процессов, происходящих во Вселенной. Также следует отметить активное участие международных космических агентств в исследовании черных дыр и сигналов из космоса. Проекты по запуску новых спутников и межпланетных миссий, нацеленных на изучение черных дыр и их влияние на окружающее пространство, становятся все более актуальными. Ученые из разных стран работают сообща, собирая данные, которые могут служить основой для будущих открытий. Ученые понимают, что каждый новый сигнал — это не просто набор данных, а возможность для прорыва в понимании основополагающих законов физики. Каждое новое открытие может изменить наш взгляд на Вселенную и ее структуру, открывая новые горизонты для будущих исследований. Эти сигналы ведут нас к более глубокому пониманию космоса, и с каждым шагом в этом направлении мы приближаемся к разгадке тайн, которые он хранит. Наша способность интерпретировать эти сигналы и находить в них значимую информацию будет определять наше понимание Вселенной в будущем. Научное сообщество продолжает стремиться к разгадке этих загадок, и будущее астрофизики выглядит более захватывающим, чем когда-либо. Субтитры создавал DimaTorzok